Шагнуть прямиком в небо. В Увате вот уже более 10 лет работает спортивно-технический клуб «Высота». Приезжают сюда, как говорится, и старый млад. Прежде всего, за острыми ощущениями. Среди тех, кто отважился на прыжок с парашютом, и наш телеоператор Александр Иванов. Подробности далее. 221, 222, 223. Кольцо. Дальше. 25 купол. За какое нужно дергать кольцо, и когда это делать, как правильно сгруппироваться, и как себя вести, если вдруг парашют не раскроется. Можно сказать, что полет начинается на земле. Впрочем, есть вероятность, что и после инструктажа до прыжков вас не допустят. Достаточно провалить итоговый зачет. Кто еще хочет подвергнуть свою жизнь неоправданному риску? Желающих, к слову, всегда предостаточно. Только в этот раз на прыжок решились 12 человек. Спрашивается, ради чего? Что раз за разом заставляет людей на скорости в 150 км в час выходить из самолета? Чувства незабываемые, потому что переживания. Итак, инструктаж позади. Осталось, собственно, только подняться в небо. Настроение и у тех, за чьими плечами не один десяток прыжков, и у так называемых перворазников просто отличное. Пока никто волнения не выдает. Пока. Правда, после взлета в глазах парашютистов читаются уже совсем другие эмоции. Итак, финальный аккорд. Осталось только сделать шаг прямиком в небо. Пошел! Пошел, пошел! Пошел! А тем временем на взлетно-посадочном поле бурлит другой адреналин. Здесь, на стареньком Як-52, Алексей Ситников выполняет фигуру высшего пилотажа с пассажиром в качестве второго пилота на борту. В небе Алексей с 89-го года, однако до сих пор не приелось, рассказывает он. Каждый полет не одинаковый, поэтому от каждого полета получаешь огромное удовольствие. Одинаковых полетов не бывает. Правда, заснять на пленку сам полет нам не удалось. В этот момент объектив телекамеры был устремлен на тех, кто полетать отважился без самолета. Но вот этот кадр, снятый сразу после приземления, о эмоциях, которые люди испытывают во время полета, говорит красноречивее всяких слов. Фу! Вот так хочется сказать. Фу! Вот была мечта. Была мечта полетать. Вот именно. Я не знаю, как это было смотрелось со стороны, но впечатление, которое я испытал в кабине этого самолета, это, ну, это бомба. У меня просто сейчас отношение к летчикам изменилось. Я, наверное, не для меня уже боги. Я рекомендую. Каждый должен побыть на месте второго пилота. Каждый. Непередаваемые ощущения. Оторваться на километр от земли или, что называется, на себе, и испытать, что такое мертвая петля, каждый выбирает сам. Но всех этих людей объединяет одно – любовь к небу и до определенной степени безумство. А еще полная зависимость от адреналина. Они и сами говорят. Тот, кто однажды прыгнет или возьмет в руки штурвал самолета, уже не сможет представить свою жизнь без этой настолько опасной и в то же время притягивающей высоты. Кирилл Мигель, Александр Иванов. Новости нашего города.